Всем привет! Сегодня предлагаю вам приготовить со мной очень вкусное блюдо из остатка вчерашнего пюре. Можно конечно отварить картофель и истолочь. Понадобится мне сыр, я буду использовать моцареллу, 150 грамм его беру, предварительно заморозила, тогда он легко разминается. Отваренный картофель толчем и добавляем сюда 2 столовые ложки сахарного песка. Сахар можно брать по желанию, больше или меньше, у меня получится слегка сладкие. Сюда же я высыпаю рисовую муку 150 грамм. Из всего этого замешиваем вот такое нежное эластичное тесто. Формируем из него валик и нарезаем на порционные кусочки. Из каждого кусочка нужно будет подкатать шарик и нафаршировать сыром. Сыр лучше возьмите моцареллу, если нет конечно подойдет сулугуни или любой хороший сыр натуральный. Это очень простой рецепт. Эти пышечки понравятся всем без исключения, даже тем кто особо не любит картофель. Ну а любители картофеля конечно будут от этого рецепта просто в восторге, получается вкусно. Формировать пышечки несложно, главное хорошо запечатывать, чтобы сыр нигде не был виден. Уже сформированные пышечки я вот так панирую в муке немного. Ну и остается их поджарить. Я буду жарить пиццемейкере, можно на сковороде беру сливочное масло и на разогретом хорошо масле буду их жарить. Можно конечно же их разложить на противень и приготовить в духовке. Это уже конечно выбор каждого. Мне нравятся жареные в масле, у них румяная хрустящая корочка, они получаются очень нежными. В моем приборе я их готовлю примерно 15 минут до золотистой корочки. Образовалась корочка буквально где-то минут через 7. Переворачиваю, закрываю и потом готовлю еще примерно 6-7 минут до образования такой же корочки с другой стороны. Подавать конечно их лучше всего свежими, теплыми, но также их можно разогреть в микроволновой печи или в духовке. А я напомню рецепт. На 500 грамм готового пюре я взяла 150 грамм сыра моцарелла, 150 грамм рисовой муки и около 40 грамм, это две полные столовые ложки, добавила сахара. Пюре у меня уже было подсолено, если вы будете отваривать пюре, тогда конечно добавьте по вкусу соль. Желаю всем приятного аппетита, всего самого наилучшего и сегодня с вами попрощаюсь, до новой встречи! Понравилось видео, не забудьте поставить лайк и написать свои впечатления в комментариях об этом рецепте. Пока-пока!